Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Нетаньяку специально и его команда, уже можно об этом открыто сейчас говорить, 7 октября, сделали все от них зависящее, чтобы Хамас смог загубить вот эти там 1200 человек. Причем там данные есть о том, что музыкальный фестиваль у границы с сектором газа был устроен. Их не только хамасовцы, и даже, по-моему, хамасовцы их расстрелили. Их расстрелили из израильских вертолетов. В подтверждении того, что Ираиль жаждет этой войны, и стала та информация, которая уже сейчас активно обсуждается во всех средствах массовой информации мира. Хасан Насрула, светлая ему память, достойному великому человеку, уже договорился, что он прекратит боевые действия против Израиля, если Израиль прекратит обстреливать Ила. Это глава МИД Ливана заявила о том, что такое было. Да. И после этого его убили. Вот о чем идет речь. То есть мир Израилю даже на севере, они готовы были на это пойти. Почему они на это готовы были пойти? Не потому, что Израиль их испугал. Потому что война в Газе, Хас-Цахал уже проиграл к этому времени. И без американского участия он ничего сделать не мог. А если бы мир действительно там, на севере, был заключен, тогда встал бы вопрос у израильского общества по отношению к Нетаньяху. И судьба бы Нетаньяху была бы очень тяжелая. Она бы кончилась отнюдь не только политической смертью. Скорее всего, она кончилась бы и смертью физической за все художества господина Нетаньяху и всей его комарилии, включая этого министра обороны, преступника и всех остальных. Это хорошо понимает Иран, это хорошо понимают все страны мира. И это как раз свидетельствует о том, что вот этот удар в такой форме, выполненный Ираном, это был самый страшный удар по Нетаньяху. Ну, кстати, Смиты иранские, вы говорите, что никакого ущерба нет. А что они сообщили? Минимум 80% запущенных ракет поразили цели. Второе. Уничтожены более 20 самолетов F-35, гиперзвуковые ракеты. А еще Нью-Йорк Таймс написал о том, что удар наносил КСИР, специально неуведомив заранее президента Ирана Масуда Ильишкиана. Вот если вот взять вот эти сообщения, что из них правда, что нет? Ну, насчет того, что КСИР нанесли удар неуведомив президента, я сильно на этом сомневаюсь. Может, этого быть не может. Просто я так думаю, что в этом случае американцы пытаются создать площадку для переговоров. Это раз. Что касается потерь, то начнем с того, что Израиль их отрицает. Но это лично раз подтверждает тот тезис, что даже если там были потери в боевой технике, но не в людях, это не является поводом для начала военных действий. Им нужны жертвы были именно среди мирного населения, чтобы можно было объявить, предъявить разрушенные дома и предъявить тела погибших израильтян. А Иран на это не пошел. А если еще при этом и зашибли там 20 истребителей F-35, так это вообще замечательно. У Израиля их совсем немного. Практически выбери основную часть парка F-35, которая есть у Израиля, ни много ни мало. И поэтому признать, что они решили своих F-35, им страшно. Вполне такое может быть. Но тут еще интересный момент, который я хотел бы напомнить о Турции. Вы не обратили внимание на странное совершенно заявление президента Турции Эрдогана? Он сказал, что в следующем после разгрома Ливана будет атака Израиля на Турцию. Где Турция, а где Израиль? Даже если он захватит Ливан. Между Израилем и Турцией лежит Сирия. И две российские базы. Как это все может быть? Что, Израиль попрется через Сирию на Турцию, что ли? Начало Сирию разгромить вместе с Россией попутно. Это говорит о том, что это все прекрасно понимает. Эрдоган этого не будет никогда. Но для чего он делает это заявление? Это фактически означает одно. Что Эрдоган открыто объявил, что Израиль – главный военный противник Турции. Что от Израиля исходит главная военная угроза Турции. И что Турция, из этого следует, может пойти, исходя из кода логики заявления, на превентивные действия по недопущению разгрома Ливана. То есть, если после разгрома Ливана Израиль пойдет на Турцию, значит, естественная логика событий следует, что Турция должна не допустить разгрома Ливана. А как можно не допустить разгрома Ливана, если Израиль никого уже прет, буро, ни на что не ориентируясь? Единственный способ – начать военные действия против Израиля на территории Ливана. Это сигнал и Израилю, что если он пойдет вглубь Ливана, то Турция готова вступить на стороне Ливана в борьбе против Израиля. Что дает это Эрдогану? Ну, первое – спаситель исламского мира. Если Иран – это лидер шиитского мира, то Турция становится лидером суйницкого мира, оттеснив и Саудовскую Аравию, и всех из них второй план, потому что Сауды туда не сунутся. Второе – Турция получает возможность через Сирию войти туда, а значит, укрепить свое влияние в Сирии. В-третьих – Турция получает возможность закрепить свое влияние в Ливане. Вот что такое. То есть у Эрдогана целая куча козырей. Причем не факт, что в случае, если Турция заявит, что мы сейчас вводим войска туда, Израиль решится на войну против Турции. Потому что Турция – это серьезная сила. Сопоставимая по потенциалу превосходящая. То, что вы смотрите – это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.